Игорь Бесарап работает в одном из салонов мобильной связи. Говорит, что в последнее время покупатели чаще стали обращать внимание на e-mail кодировку. Просят сравнить данные телефона и цифры на упаковке. Парень не помнит случая, чтобы кто-то жаловался, что его телефон занесли в серый список, куда попадают номера под отключение. Сейчас постоянно это проверяют, как-то интересуются этим, обеспокоены, что не получилось так. Мы утверждаем, что у нас все хорошо, заносим в компьютер, все записываем, при них же сверяем, некоторым, которые даже это не смотрят. Утверждаем мы их в гарантии качества и всего прочего. Если купленный аппарат вызывает сомнения, то за помощью можно обратиться в центр радиочастот. Здесь специалисты проверят, в каком из списков находится телефон. Это можно сделать и самостоятельно. Набрав на телефоне комбинацию звездочка-решетка-06-решетка, легко узнать e-mail код. Полученные 15 цифр необходимо отправить на номер 307, после чего должно прийти сообщение с указанием цвета списка. Второй вариант – зайти на сайт украинского центра радиочастот и сделать то же самое в режиме реального времени. То есть, если он не в списке, стоит сразу отказаться от этой покупки. Если он находится в сером списке или еще хуже в черном, тоже нельзя покупать этот телефон. Только лишь тогда, когда будет написано, что он находится в белом списке. Отключать серые телефоны готовы 4 из 5 национальных операторов. Специалисты утверждают, процедура эта очень трудоемкая и дорогостоящая. Крупным игрокам на рынке услуг связи нужно проверить десятки миллионов e-mail кодов абонентов. Не так просто. Захотел, принял постановление и через 2 дня оно все перестало работать. Нет, абсолютно. Это довольно-таки серьезный кропотливый процесс. Необходимо сначала получить техзадание на определенное оборудование, провести тендер среди поставщиков, чтобы заполучить именно то, что нужно. По прогнозам операторов связи, санкции против невнесенных в белый список телефонов начнутся не раньше зимы. Быстрее большие объемы информации обработать, обновить и настроить не получится. За это время можно будет проверить свой мобильник и попробовать его легализовать. Олег Коноваленко, Алексей Костюк, Панорама.